Тинь-хунь-да. Бо. Что? И... Бла-бла-бла... Вот... Это... Вот ты хопай на него. Кофе-то гол. Сто процентов. Ну, первое. Завтра ты умрешь. Со мной эта тема вообще прям работает, реально. Привет, добрый вечер. Тема сегодняшнего выпуска – кофе. И любовь к нему. Кофе-спорт. Кофе-кофе-кофе. Кофе-кофе-кофе-кофе-кофе-кофе-кофе. Вот я пью очень много кофе. Я пью по 3-4 чашки эспрессо в день. И считаю, что это очень много. Мне кажется, я пью больше. Я пью, мне кажется, 5 или 7 чашек кофе в день. Ну, в общем, что и говорить. Мы большие фанаты этого прекрасного тонизирующего напитка. Ну, что делаем? Завтра мы встречаемся с одним очень интересным человеком. А кто это? Это ресторатор, основатель сети ресторанов КРС. Триатлет. Марафонец. И просто мега интересный человек. Человек, обладающий энциклопедическими знаниями и просто богатейшим опытом. В области кулинарии и кофе. И кофе. Руслан Раджапов. И, собственно, план на завтра такой. Рано-рано утром встречаемся с Русланом. Очень качественно разминаемся. Супер красиво и технично бежим свои 12 километров по центру Москвы. Обсуждаем кофе и особенности его употребления в разрезе спорта. Да, есть еще одна тема, которую мы не можем завершить с лета. И вот завтра мы попробуем ее реализовать. Подробнее об этом смотрите в конце ролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чашка кофе способствует твоему восстановлению. То есть кофе как восстановитель? И как, знаешь, как что? Боль утоляющее? Боль утоляющее, да. Ну, то есть чтобы у тебя не болели мышцы? Да, да, да. Абсолютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кофе. Да? Вот кофе. Вот он эспрессо. Ну, это вот основа основ. Двадцать пять миллилитров. Это правильный такой эспрессо. Знаешь, кстати, он живет 60 секунд. Если 60 секунд его не пил, он мертвый. Первое, что мы делаем, мы смотрим на крема. Крема должны быть такие вот, шоколадного цвета. Нужно попробовать вот так вот сначала повозить чашечку по краям. И посмотреть, разобьется крем или нет. Он вроде остался целый. Угу. Теперь нужно три раза помешать. Потому что он, вот пока его несли, он начал раскладываться на фракции. Угу. Тяжелый оседает вниз, руки поднимаются наверх. Три раза помешали. И попробовали. Здесь всего два с половиной глотка. Вы знаешь, что тебе не понравилось? Нет, мне очень понравилось. Я могу сказать, что ты не понравилась? Нет, мне понравилось? Я вижу, что ты не понравилась. Мне очень понравилось. Тебе не понравился размер? Размер не понравился. Ха-ха-ха. Эспрессо живет 60 секунд. Через 60 секунд он мертвый. То есть потом ты его можешь пить, не пить, но как бы все свои силы он уже отдал. У нас в Вятских Полянах экспрессо живет полтора часа. У нас экспрессо живет, пока не выветрится. Если ты видишь, что официант остановился и с кем-то разговаривает с там эспрессо, ты должен сказать, что иди отсюда, ты грязный. Можешь сказать. Не знаю, чем это закончится, сказать ты это можешь. А как вам такая история? Я каждый день хожу на работу по этому маршруту, по этой улице, туда-сюда-обратно. И один раз я на балконе увидел заброшенный старый хлам. Не знаю, какой-то ржавый старый велосипед. Я не знаю, что это за велосипед. Это скорее всего какой-нибудь старший шоссе ХВЗ. И у нас родилась такая идея. Дать этому велосипеду вторую жизнь. А чтобы это сделать, нам его нужно получить. Интрига заключается в том, что мы сейчас должны все-таки добраться до этой квартиры, постучать в дверь и спросить у человека по поводу того, что не хочет ли он расстаться со своим сказочным другом, который у него, видимо, не первый год лежит там в мусоре. Я уже несколько раз делал эту попытку. Каждый день хожу здесь на работу, вот около этого дома. И здесь вот на балконе, вот на этом, обратил внимание, что стоит очень ржавый старый велосипед. Мне кажется, старший шоссе ХВЗ. Ну что, новый день. Новая попытка зайти в этот дом и решить вопрос с велосипедом, забрав его у прежних хозяев. Ну, не знаю, купить или забрать, как получится. Никто не открывал, и я звонил. Вот какая-то тишина, может быть, сейчас получится. Самый прикол, что мы уже несколько раз пишем этот стендап, в надежде, что нам дверь там откроют. Пойдем. Вне всякого сомнения, это большая удача, что мы достали этого красавчика. По-моему, он вполне себе нормальный. Обратите внимание, здесь есть ржавчина, есть гайки, болты, все как залагается. Но самое интересное, что вот, еще есть такая штука, называется советский насос. Ну, работали бы хера здесь, да? Экзибит, прокачай мою тачку. Это оказался турист. Вот, здесь написано турист, но это ХВЗ. Как и предполагалось, это Харьковский военный завод. Военный, думаешь? Велосипедный завод. Есть повод разобраться в истории этого велосипеда и как его производили. Мне кажется, это... Да, это мега интересная история. Но что-то мне подсказывает, что в любом случае, даже если мы это восстановим, это все равно будет хлам, да? Это полный дерьмище. Ну, просто есть аура совка, вот я бы так сказал. Не, ну, это прежде всего история. Ну, просто история, да, советского велосипедостроения, я бы так сказал. Теперь надо найти, кто нам поможет восстановить эту историю. Тоже челлендж. Это отдельный вопрос, да? Мы пока не знаем. Это отдельный вопрос, да? Мы пока не знаем. Так, а ты?